Для сотрудников Рыбинского ЗАГСа эта выездная регистрация не совсем привычна. Торжественная речь сегодня звучит в актовом зале исправительной колонии номер 12. Невеста скромна, жених не может скрыть волнение. Оба подошли к свадьбе со всей серьезностью. Заказали костюмы в славянском стиле. Букет невесты мужчина вырастил сам на территории колонии. Хотелось как-то так, по-православному, по-простому. Наряды длинные. Ну так знакомые мы, да, очень давно писали письма, а так и до этого знали друг друга. Ну вот решили, слава Богу, поженились. Ему 37, ей 23. Их история началась давно. Последние 4 года любовь была по переписке. Хотелось бы приблизить, скажем так, к обычной свадьбе. Люди готовились в пределах наших возможностей, в пределах их возможностей. И то, что установлено законом, мы это делаем, помогаем для улучшения быта. Впрочем, ограничиваться скромным штампом в паспорте эта пара не захотела. После гражданской процедуры приступили к процедуре духовной. Пара здесь же решила обвенчаться. Такого в этих стенах еще не было. Для важного события испекли каравай. В храм на территории колонии пригласили священника. Это решение у нас далось нелегко. Годами мы об этом говорили, думали. И нас подвигло действительно вера в Бога. Я здесь нахожусь все время в храме. Я служу службе, помогаю священнику. Опасения есть всегда. Они не зависят от возраста и не зависят от степени воцерковленности обстоятельств. Как раз вот эта чистота невесты и, в общем-то, битость определенной жениха, она может быть только на пользу. Финалом этой свадьбы снова стала разлука. На три года. Именно столько новоиспеченному супругу еще предстоит провести в местах не столь отдаленных. Старожук Владислав. День в событиях.